Петербург А это уже какой-то обряд. Происходит все ночью и прекрасно видно. Правилами безопасности девушки явно пренебрегают. Видео размещено в группе крупной социальной сети. Организаторы предлагают людям экскурсии, продают всем желающим ключи от домофонов домов и не стесняются рассказывать о достоинствах подобного увлечения. Хотя сейчас в Петербурге суды начали блокировать сайты с рекламой прогулок по крышам. Некоторым любителям высоты жилые дома неинтересны и они покоряют сапоры. Этот экстремал три года назад забрался на Казанский. А в прошлом году Руфер решил отправиться еще выше, на Лахта-центр. Судя по кадрам, сделал он это без страховки. Видео о проделках любителей высоты появляются все чаще. То дерутся, то ссорятся с охранниками. Психологи говорят, такие люди адреналиновые наркоманы и острые ощущения им жизненно необходимы. Но есть и другие. Те, кто стремится вверх, желая насладиться эстетикой Петербурга. С другого ракурса. С высоты. Тут вся историческая часть города на ладошке. Уже хочется говорить про эту красоту. За один раз на крышу могут пройти не более 15 человек. Строго без алкоголя. Посетители знакомятся с правилами поведения, надевают каски и расписываются в специальном журнале. Предусмотрена и страховка. Причем жители дома обо всем в курсе и поддерживают предпринимателей. Ведь они законно проводят экскурсии. Договоры аренды кровли, согласованные с ТСЖ. То есть мы платим на ежемесячной основе взносы на счет дома. И там они уже, жильцы, сами решают, куда тратить. Далее у нас проложены безопасные мостики сертифицированные. Проверка несущих конструкций. В этот раз посетители гости из Минска. Знакомство с Петербургом они решили начать именно с крыши. Очень интересно было посмотреть сверху на город. И постоянно слышал, что Питер очень красивый город. И важно посмотреть его сверху. Панораму можно классно посмотреть. Плюс видно всю историческую застройку, наверное, главный плюс. Ты смотришь на город, и вот эта величественная медитативная тишина и покой, она, мне кажется, привлекает людей. Ты как будто бы над суетой земной находишься. И здесь действительно чувствуешь себя спокойнее, наверное. Потому что вот эти каменные спалины внизу над тобой давлеющие, они как-то немножко высасывают из тебя энергию. Такое времяпрепровождение распространено и в других городах и странах. В США, Европе, конечно, в Швеции, где родилась легендарная писательница Астрид Лингрен, подарившая всем волшебную историю о малыше и Карлсоне, который живет на крыше. Простите, у вас можно тут приземлиться? Но чтобы сказка не превратилась в драму, можно лицезреть Петербург с высоты безопасно. Например, с террасы, куда можно подняться вполне законно. Создание единого регламента для посещения крыш обсуждают в правительстве города. Пока все, что можно вменить руферам и экскурсоводам-нелегалам, это статью о мелком хулиганстве. Но если произойдет несчастный случай, отвечать им придется уже по всей строгости уголовного кодекса. Вадим Федосеев, степень защиты.